Ярмарка белорусская, товары китайские и узбекские. Точку интернациональной торговли организовали УДК имени Малунцева. По инициативе белорусско-российского предприятия «Торговый дом Минск». И наряду с продукцией соседней Братской республики там можно встретить товары из Азии. Правда, открыто это не афишируется. Этим летом подобную ярмарку уже закрыли, причем по инициативе посольства Белоруссии. Почему торговля возобновилась и для чего товары одной страны продают в палатках национальных цветов другого государства, выясняла Светлана Иловнарова. Красно-зеленые палатки в цвет государственного флага. Над прилавками национальные узоры. Кажется, здесь белорусская все, кроме некоторых товаров. А лепесты, халаты, колготки от 40 до 200 ден с рисунком и без. Судя по упаковкам, продукция из самых разных стран. Говорим, что хотим купить настоящий белорусский трикотаж, продавец охотно показывает. Нам с Питера идут поставки. Подходим к другому прилавку. На этот раз с камерой и микрофоном. И снова. На товарах нет бирок с информацией о том, где они изготовлены. Китай или Белоруссия? Вопрос риторический. А как же покупателю удостовериться в том, что правда постельное белье из Белоруссии? Вы хотите белорусское? Да. Вон туда пройдите, там белорусская ярмарка. Так, девушка, отойдите от меня, пожалуйста. Эта ярмарка открылась несколько дней назад. Второй раз. До этого на площади у дворца культуры имени Малунцева такой же рынок с национальным колоритом, но интернациональными товарами работал почти все лето. Его остановили только после того, как там побывал посол Белоруссии в России. Увидев государственный флаг республики над китайскими и узбекистанскими товарами, он пожаловался в областное правительство. Чиновники, опасаясь скандала, отреагировали быстро. Как показала проверка, из десяти торговых точек, действующих на ярмарке, лишь три реализовывали белорусскую продукцию. Сейчас предприниматель, который организовал ярмарку, уверяет, базар разделен на именно белорусские товары и все остальные. Государственный флаг республики сняли. Красно-зеленым палаткам придраться сложно. А то, что ярмарка белорусская, так это просто маркетинговый ход. Чтобы продавалось лучше. Более того, в посольстве разрешили. Да и люди покупают. Было поручено Кравцу, Александру Алексеевичу, обратиться с письмом к главе правительства Беларуси. Он обратился. Оттуда пришло разъяснение, что данный формат ярмарок подтверждается, работает. Можно, но ввели там некоторые ограничения. Нельзя использовать, например, белорусский флаг. Палатки только, где белорусские производители, должно быть написано «Белоруссия». Другие палатки – это не должно быть. Это мы тоже устранили. Да и в официальных документах нигде не указано, что на ярмарке могут быть товары лишь белорусского производства, которые в России всегда ассоциировались с высоким качеством. Светлана Еладнарова и Сергей Степанишин. Новости здесь, Омск.